Вы видите сами, что у нас делается под окнами жилого дома. Две летние веранды двух дорогих ресторанов, но жалуются на них не меньше, чем на пивнушке. Шум, гам и запах с кухней мешают жителям Станюковича каждое лето. В мае откроется сезон, он накрывает дом бакилами, и здесь начинают заработать вот эти кафе. Время работы, обратите внимание, с 11 до бесконечности, как они сказали, до последнего клиента. Жители первых этажей многоквартирного дома давно организовались в рабочую группу по вопросу летних веранд. Не так давно активисты даже оформили эту придомовую площадку в собственность дома. Без разрешения хозяин стопольного этажа построил вот эти курятники, я их называю. Больше никак я не могу их назвать. Но дело в том, что хозяину ресторанов никакого разрешения на летние веранды не нужно, ведь он владеет квадратными метрами, на которых расположены харчевни. А значит, как и все жильцы, имеют право на придомовую территорию. Закон трактует, что одинаковые права имеют собственники как жилых, так и не жилых помещений. Как бы в рамках тех квадратных метров, которые они занимаются. Поэтому позиция жильцов, что они имеют права, а мы не имеем, не соответствует действительности закону Российской Федерации. Борьба за придомовую территорию идет без малого пять лет. Не так давно владелец ресторанов предложил жильцам арендную плату за эту землю. Но поход на мировую завел конфликт в тупик. Жильцы утверждают, их подписи подделали, договор с рестораном они не заключали. А зачем же тогда вы соглашение подделали? Мы никаких соглашений не подделали. Подождите. Конфликт соседей может стать судебным разбирательством. В эту инстанцию с заявлениями люди намерены обратиться в ближайшее время. Екатерина Чернакова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.